будем начинать тогда вчера всем привет я думала сегодня будет интересное общение то есть какая ситуация о чем тема да вот представим мы например или кто-то из нас давно уже верующий 10-20 лет неважно да то есть ты уже пол жизни может быть веришь в бога и приходит такой момент когда ты уже все на автомате делаешь ты при выходе в церковь это уже твой образ жизни стал тебе уже все привычно то есть твоя домашняя группа который ты хочешь больше 10 лет и потом замечаешь такую ситуацию что все как-то происходит уже на автомате вот эти вот живые отношения с богом они уже как-то ну ты даже не понимаешь вообще они есть или нету потому что ты это все привык делать и потом какой-то момент понимаешь что послушать что-то как-то но все застрял на месте как-то все сухо как-то вот ничего в жизни не меняется там за последние пять лет каких-то конкретных изменений не происходит каких-то чудес нету и ты задаешь такой вопрос стоп что это такое то есть и вот хотелось виктор тебе сказать вообще было ли что-то у тебя подобно в твоей жизни да если было как-то это все проходил и вообще как это пройти вот просто как сдвинуться с мертвой точки чтобы началась опять в жизни какое-то движение какое-то живое скажем так живые отношения с богом вот пожалуйста ответ на это прямо ответ в вопросе я могу так действительно расскажу как как у меня было и наверно это циклы какие-то или этапы какие-то такие были в жизни когда я стал верующим пришел христу и мне было такой процесс когда пришел в церковь и уже начал читать слово божье молиться уже как-то участвовал в служении уже как бы и много чего читал уже ну вроде бы все нормально я съездил на свою первую христианскую конференцию в жизни тогда это в 90-х годах и я начал общаться ну просто там с людьми там ты обедаешь за столиками помню один раз это была как раз небольшая группа из украины кто-то был точно из житомира не помню все ли я помню один мужчина который мне казалось такое невероятно взрослым прямо прямо почти пожилым было лет 40 тогда одна девушка там плюс-минус может быть с моего возраста мне там было чуть больше 20 наверное и и одна девочка подросток лет там 13 и когда мы с ними общались какие-то вопросы задавал и я понимал что у людей столько мудрости причем не поразила эта девочка подросток она такие ответы давала там все я потом общался с другими верующими еще и видел горящие глаза горящие сердца лица и и я понял что я чего-то не имею я вроде бы во христе я вроде бы крещен духом святым я вроде бы стараюсь жить правильно ни одного служения не пропускаю но я понял что мне мало бога и вот я снова как бы окунулся в отношения с богом больше был потом период когда в 2000 году я уже там был молодежным пастором помощник пастора церкви там много всего делал все все было как бы хорошо и у меня было вроде бы ежедневное общение с богом как бы ежедневная там молитва слова и я был молодежном лагере у нас было тихое время и я очень четко в это время этого тихого времени услышал переходи на новый уровень отношений со мной согласись у каждого из нас с любыми людьми некоторые люди горит у меня там в этом городе там 15 знакомых не в этом городе 120 знакомых меня там фейсбуке там там тысячи знакомых но нету близкого общения правда вот то же самое надо признаться что нам нужно переходить на близкий уровень отношений с богом то что я хорошо викторак а как вот это делает то есть ну хорошо ты понял что тебе надо близкие отношения практически это как просто больше молиться или посты брать или что что конкретно ты делал частности все что знал то и делал так скажем все что знал но было у меня отдельное время когда я просто каждое утро просыпался просыпался рано утром сначала в 7 потом 6 потом 4 5 в том в 4 сейчас не просыпаюсь так бы на всякий случай но был период был период когда я просто бог что угодно пропустить но только не молитву или если даже как бы лег поздно и все равно просыпался теперь я немножко заранее забегаю что я стараюсь балансировать чтобы мне на все хватало время по возможности вот то есть у меня было время приличное молитвенное время на иных языках то есть я старался минимум час молиться на иных языках старался очень важная часть которая думаю что многие из нас мы пропускаем слушать то что дух святой говорит и и здесь ну я думаю очень кратко мне рассказали не расскажем но я бы вдохновил там почитать о том как говорит дух святой как бы бог говорит бог бог с нами или отдельно можем как-нибудь на это тему у нас будет отдельная тема у меня были мысли на эту тему как слышать бога это очень актуально потому что иногда мы делаем вид что мы слышим но на самом деле но для того чтобы ну даже вот по простому да вот у нас нету культуры даже нормально общение а я стараюсь быть человеком прямым достаточно и когда последние пару лет меня начали спрашивать как дела как дела там все расходятся после там собрания как дела я некоторым людям просто подряд у тебя есть два три часа времени задавал вопрос и многие люди после этого мне перестали задавать вопрос как все дела а с некоторыми наоборот встречались и у нас было классное общение и мы переходили на новый уровень отношений но опять же для меня это не работает заходи как-нибудь в гости вот это вот это вот обо всем ни о чем правда заходи как-нибудь в гости если нету там конкретно там 12 декабря в 17 00 и там по адресу такому-то то это не приглашение то же самое я делал и с богом я старался конкретное время ну каждый день желательно без исключений старался чтобы это было и чтобы это не было между делом чтобы они ну точно же как я в гостях иногда бывают там три телевизора включена ищу телефон и интернет и общение но это не общение как бы я либо общение с богом это конкретно ты вот закрывайся в комнате и фокусируйся на нем правильно нельзя общаться там в автобусе или в метро качественное общение качественное общение ну по сути мы иногда так вот когда вот общение с богом это вот вот что такая мистика мистика там есть мистика но не все точно так же если хочешь с хорошим человеком поговорить и для тебя важен разговор скорее все это не будет в метро в час пик правда скорее всего это не будет там где там я не знаю на стадионе где идет футбол или около телевизора где идет футбол и там крики и и все то есть мы уделяем этому время мы уделяем это место чтобы нам было удобно пообщаться иногда это там как же с людьми иногда я просто не то это не был чай кофе это могла быть прогулка где-то в парке да но это в любом случае нам никто не мешает вот тут тоже то же самое с богом я могу общаться с богом я иду и дано на молитвенные прогулки я могу получать какие-то ответы когда я готовлю что-то на кухне или иду в магазин но до этого значит у меня были хорошие отношения я сдавал вопросы я часто задавал вопросы не сразу не всегда моментально я слушаю ответ но это многие христиане пропускают не задают богу вопросов или не дожидаются и вот еще когда мы приходим особенно если это не с самого утра у нас очень много мыслей у нас очень много всего вертся в голове но нам нужно успокоиться нам нужно прийти в этот мир когда мысли успокаивать ты можешь слушать то что бог не говорит к нашей голове бог говорит к сердцу бог есть дух он говорит нашему духу не получается смотрел то есть возвращаясь ну как бог отвечает то есть ты сказал что мы уделяем время да там по вечерам но бог может отвечать в любой момент правильно он не обязательно тебя отвечает в твоей комнате молитвенно да ты можешь там на кухне суп варить при а он раз что-то тебе приходит да вот откровение прамика него если до этого я у меня действительно есть время с ним то он может говорить со мной и ну а он может со мной говорить на кухне во время чего угодно но это как опять же возвращаясь мы созданы по образу подобию божьему поэтому многие вещи они очень похожи как отношения с людьми если у меня с кем-то хорошие отношения в принципе дружеские классные близкие мы с ним можем и на кухне поговорить мы с мы с ним можем там и там на пикнике поговорить или все но если у меня с этим человеком нету а я к нему вламываюсь на кухню говорит слушай ну как зла там все но это это не будет работать нужно построить начале отношения отношения не развивается шаг за шагом а скажи пожалуйста вот к примеру ты ты захотел перейти на новый уровень в отношении с боком или ты почувствовал что у тебя ну вообще их на минимуме ты начал что-то делать и начал молиться вот сколько примерно должно пройти времени чтобы ты на чтобы чтобы ты увидел что твои отношения выше новый уровень ну грубо это месяц они знали полгода как вот на твоей практике это было это не было может быть какие-то таким чем-то явным чтобы вот конкретно такого-то числа я могу сказать что такого-то числа я услышал голос божий у меня есть молитвенный дневник вот рядышком здесь лежит я там записывал я могу узнать там дату когда мне бог сказал иногда даже время когда мне бог сказал но плоды это как семена семена сеются вот я даже недавно вот у меня я посеял семена вот просто для меня интересно было я посеял семена помимо то что меня здесь домашние растения но каждая из них прорастет по-разному даже одного и того же вида тем более разные виды точно также то что бог говорит к нам и при условии что она мы расстались там с негативными всякими вещами внутри нас мы оставили там непрощение там какие-то обиды мы оставили неправильные приоритеты рост будет плоды будут но для этого нужно времени как как семя человека там до нужно 10 месяцев чтобы родился ребенок слова уже пришло а потом проявились плоды этого даже вот гавриил то пришел там сказала марию слова через десять месяцев появился плод того что то что он сказал поэтому ты говоришь как когда это должно произойти сначала сначала это сначала это как бы слово от бога и твое слово одну историю расскажу когда-то я стоял у себя там в зале молился на стоял на коленях я не интересовал конкретный вопрос и господь почему я об этом молился тебе два года ты мне этого не даешь я потом я еще не все знал о молитве об этом не нужно было молиться вот но я четко услышал голос божий если это будет не от меня ты это этого откажешься и тут я впервые помолился молитвой посвящения сказал господь все что в моей жизни не от себя я от этого отказываюсь и вдруг я начал говорить спонтанно то что не планировал сказал господь если ты хочешь я остался в этом городе никуда не уезжал я останусь если хочешь я уехал отсюда никогда не сюда не возвращался я уеду я тогда очень не хотел никуда уезжать из грудно а вот я сейчас принципе не сильно там собираюсь но я понимал что нужно будет много ездить вот и после вот молитва посвящения надо она вот как слова бога так и слово моё которое я сказал она была был было как семя и потом когда я переходил на новый уровень отношения с ним и со временем это все просто вот как только я сказал что господь я готов оставить все что угодно я вдруг начал ездить больше потом еще больше потом еще больше как только я перешел на новый более близкий уровень отношения с богом я увидел что какие-то вещи начали еще происходить это это шаг за шагом как ступенька за ступенькой мы не можем своей жизни перепрыгнуть какие-то ступеньки просто идем в правильном направлении ступенька ступенькой а потом плоды будут скажи пожалуйста возможно ли вот построить с богом вот такие вот стабильные отношения что вот год за годом ты чувствуешь все нормально или или ну бывает или или нормально когда приходит кризисы да какие-то узнаете долины пустыни то есть вот как как оно должно быть мы можем просто даже в библейский вы знаете я учитель библии в первую очередь были ли тяжелые моменты если именно тяжелые моменты до у пророка или и были 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 у вас тяжелые моменты еще какие были у давида тяжелые моменты однозначно были были у данила тяжелые моменты были ямы льви нервы и так далее были то То есть это еще не значит, что если у нас тяжелые моменты, то ты вне воли Божьей. По большому счету мы в тяжелые моменты попадаем, либо потому, что мы вне воли Божьей. Иона встретился со штормом в своей жизни, потому что убегал от воли Божьей. А Павел встретился с всякими проблемами, или Иосиф, или Даниил, потому что исполняли волю Божью. И здесь нужно разбирать и смотреть в своем сердце. Не от всех бурь даже нужно убегать. Может некоторым бурям нужно будет противостать. То есть когда сложности приходят, явные сложности, то это нормально. Но вопрос такой, что бывает так, ты живешь, вроде бы все нормально, все тихо, все стабильно. Но такое впечатление, что ничего не происходит. И ты не понимаешь, что это такое. Или все нормально, или же ты просто где-то в кустыне застрял. То есть как с таким моментом, как определить вообще, что у тебя в отношениях с Богом все нормально. Что ты двигаешься в нужном русле. Что все хорошо. Ты можешь как-то сказать, как это определить вообще. Или тебе надо просто включаться, больше молиться, поститься и так далее. Вот суету бы я точно убрал бы. Потому что иногда даже такая как бы религиозная суета или духовная как бы суета. Но немножко возвращаясь, чуть-чуть отмотая то, что ты сказал. Я бы отбросил, проверил бы свое сердце. Или там, когда Давид молится 138-й псалом, зрение не опасно ли я пути. То есть если я там купил 3 килограмма кокаина и съел его, или там ограбил банк, и у меня проблемы, то это, ну как бы, в этом нужно покаяться. Условно говоря, если есть грех, в нем нужно покаяться. Но если греха нету, и мы исследуем свое сердце, и все нормально. Но ситуация, в которой мы находимся, ну как бы не совсем. Опять же, я бы, наверное, вдохновлял бы слушать. Читая Слово Божие, слушать. Просто пребывая в Божьем присутствии, слушать. Отделяя это время и слушать. Обязательно слушать. Когда мы получаем Слово от Бога, когда я получаю Слово от Бога, я готов в горы переворачиваться. У меня дерзновение, у меня энергия, у меня просто... Да я знаю, что все будет классно. Если я конкретно не знаю об этой ситуации, как поступать или еще что-то такое, то вот здесь, наверное, бывает тяжело. Когда я знаю, что точно будет что-то происходить. Например, я 20 лет служил на полном времени в церкви, плюс там у меня было разъездное, немножко служение. Ну, там оно дополнительно как бы было. И вдруг я чувствую, ну просто вот Господь ведет. Господь ведет. Господь говорит мне через сны, через откровения. Выходи. Выходи. И здесь я смотрю, понимая, что должно быть разъездное служение, я смотрю, кругом карантины, карантины, кругом остановки. Бог говорит ускорение. И поскольку я это четко услышал, я понимал, что... Говорю, Господь, я не знаю как, но это точно, это точно ты сделаешь. И я просто начал делать шаги по выходу из лодки. То есть, первый раз я когда шел в полное время служения, выходил где-нибудь в озеро, то теперь уже, наверное, как минимум море. Да, но у меня было слово. И это вдохновляло слово от Бога, оно поднимает веру. Не то, которое, тот пастор получил слово, или вот тот пророк получил слово, а слово, которое я получил. Да, может быть, иногда через пророка, но в первую очередь, что ты сам получил. Потому что иногда люди только стремятся, готовы проехать все служения, но не готовы провести там и 15 минут в молитве, чтобы остаться и послушать. То есть, получается, нужно получать, но основное это конкретное слово для тебя, ну, для себя, на свою жизнь. А там будет понятно, да, что все нормально, что ты движешься, да, с Богом, то есть, все хорошо. То есть, я так понимаю, правильно? Это как бы основной такой критерий. Я бы назвал бы, что это одно из самых таких сильных вещей. Для меня это одно из самых сильных. Но хорошо это сказать сейчас, за пару минут. Я сам помню, когда мне были тяжелые моменты. Ну, я служитель. На полное время я служу многим. Мне люди говорят спасибо, люди рассказывают свидетельства. Я сам мог приходить домой. Вспоминайте прямо истории, когда я был. Я в служении был, долгое время в служении был. Но я чувствовал, когда бывали моменты, не просто моменты, а длительные периоды, когда мне было тяжело. Когда я мог служить, я чувствовал помазание, я видел исцеление, там, какие-то чудеса. А потом я приходил домой, мне тяжело. Мне конкретно тяжело. А в чем, что значит тяжело? В чем тяжело тебе было? Какие-то вопросы не сдвигались. Вот именно в каких-то вопросах все нормально, а какие-то вопросы не сдвигались. И вот ты употреблял термины пустыни, там, кризисы и так далее. Именно было тяжело. И, ну, тяжело это даже мягко сказано. Вот. Но то, что мне тогда помогло, конкретно, когда Дух Святой открывал какие-то места Писания, они становились для меня чем-то живым, таким Рэмой. То, что, например, Павел пишет Коринфянам, то, что мы никогда не попадем в ситуацию, которая сверх наших сил, но Бог всегда в любой ситуации даст нам выход. И для меня это было очень вдохновляющее слово, просто за которое я мог держаться, какую-то за веревку, там, если ты там попал в какую-то пучину, да. Мне было очень необходимо. Господь начал говорить мне, никогда не сдавайся. Никогда не сдавайся. Это слово, которое у меня звучало. Рассказать еще более подробно некоторые вещи. Конечно, было бы очень интересно поподробнее. Помимо этого, да, помимо этого, ну, я, может быть, по местам Писания, но еще некоторые аспекты, которые, ну, надеюсь, вы никому не расскажете. Ну, конечно, нет, никому. Да, только в Фейсбуке и только в знакомых сообществах, да. Только своим. И очень важно мне, я понял, что нужно было смотреть не на свою боль. Ну, когда, например, годами одни и те же люди делают плохие вещи. Христиане. Ну, я понимаю, что в других церквях христиане все добрые и хорошие. Я так всегда и думал, что у всех там крылья за спиной. Оказалось, что просто лопатки. Вот. И это, бывают разные поступки. И я понимал, что мне нужно ходить в любви, в прощении, но иногда мне было уже просто тяжело. Совсем тяжело. Вот. И одна из вещей тоже, то, что я увидел, что нужно смотреть не на то, через что ты проходишь, а на то, куда ты идешь. Вспоминать всегда то слово, которое Бог тебе говорил, те цели, которые он показывал. И смотреть на самого Иисуса, думать о нем. Потому что, когда я начинал думать о себе, это было тяжело. Я все это говорю мягко. Вот. Мало того, что тогда мне было вот это понимание просто не сдаться, просто выжить любой ценой. Я смотрел даже передачи с Биром Грилсом «Выжить любой ценой». Я видел там только библейские прообразы. Когда его забрасывали в какое-то место, где ничего не понятно. И выжить непонятно. И куда идти непонятно. И я видел там только библейские прообразы. Когда его забрасывали хоть там в тундру, хоть там в Африке, хоть там на остров необитаемый. И опять же, такие образы классные были. Хотя казалось, это все практичные вещи. Он всегда искал самое высокое место. Либо это гора, либо сосна какая-нибудь, дерево какое-то большое. Откуда можно дальше куда-то увидеть, перспективу. Вот когда у человека нет перспективы, куда он движется, все, он просто вот как Илья, все, Господь, не хочу жить и так далее. По большому счету, депрессия всегда будет вести к мыслям о смерти. Мы не всегда об этом говорим, но мы не видим смысла, когда мы не видим смысла жизни, когда мы не видим цель, направление, нам очень нужно направление. Нам очень нужна какая-то перспектива. Поэтому очень важно это вот залезть на высокую гору или там на высокое дерево. Это для меня был образ всегда увидеть что-то от Бога, увидеть от Него перспективу, ближайшие шаги, ближайшее направление. Скажи, пожалуйста, вот когда ты проходил вот эти вот сложные моменты, когда ты уже их прошел и оборачиваясь назад, анализировал, что это было, вот что ты об этом скажешь? То есть это твоя какая-то ошибка была, ты что-то неправильно делал или просто вот оно случилось и все. То есть это не твоя вина, а просто может быть Бог хотел тебя вывести на новый уровень. Как это у тебя было? Я думаю, что было несколько аспектов. В любом случае, я думаю, что тоже не хватало и мудрости на тот момент. Может быть, какие-то вещи я на какие-то вещи я не так мудро и зрело реагировал, как можно было бы. Может быть, в некоторых вещах мне не нужно было участвовать даже. Но опять же, есть люди, которые, ну, как с Иосифом родные поступали, с Давидом близкие люди поступали, интересно, да? Самые больные вещи нам делают не люди, которые живут на соседней улице, а это близкие делают. Ну, христиане тоже родная семья. Помните, как там написано в Библии, тот человек, который со мной ел хлеб мой, поднял на меня пяту. Или там тот, с кем мы ходили в Дом Божий. И мы чувствуем, что в этих стихах там столько эмоций, там столько боли, там столько, ну... Если бы это был просто там безбожник какой-то сделал плохую вещь в твою жизнь, ну и ладно. Но если это брат, сестра во Христе, крещенный Духом Святым. Причем ты ему ничего плохого не делал, этому брату и сестру, да? То есть, вот самая битва зачастую. Вот тут вопросы поступают. Можно ли назвать состояние застоя депрессии? Как ты считаешь? Очень важно самоотношение человека. Потому что мы видим того же Иосифа, и он сидит в тюрьме, я не вижу депрессии в нем, да? Но мы видим, ну то есть, мысли поддавленности и так далее. Я понимаю, что скорее всего дьявол атакует, и его атаковал, но мы видим того же Илью под межвелым кустом, он не хочет жить. И он об этом говорит. Еще очень важно, о чем мы думаем и что мы говорим, что мы провозглашаем. И некоторые вещи, даже Иов, взять Иова, да? Там первая глава, мы читаем, что-то сказал, и там написано, во всем этом не согрешил Иов устами своими. Еще что-то сказал, во всем этом не согрешил Иов. А потом третья глава начинается, и он начинает проклинать день, когда он родился и так далее. Вот очень важно, чтобы мы сдержали уста, когда очень тяжело. Очень важно, чтобы мы не провозносили плохие слова о своей жизни, о судьбе, о людях, о себе и так далее. Ни в коем случае не провозглашать какие-то негативные вещи. Иногда я в таком случае просто говорил, в молитве говорил Иисус и закрывал уста, потому что я понимал, что я могу сейчас, ну реально я могу на эмоциях сказать лишнее. Вот что ты посоветуешь делать в таких ситуациях, когда действительно как будто это депрессия, то есть очень такой, ну, сложный период. Что первое там, или два основных вещей, что ты посоветуешь делать человеку в такой ситуации? У меня есть где-то целое такое послание, длинное, которое со временем оно просто вылилось, я не буду там всего касаться, но как-то места писания начали мне сходиться, чтобы я не сдавался, места писания начали сходиться для меня дойти до конца. И один из людей Божьих, он сказал, что если тебе очень хочется сдаться, вспомни, почему ты начал. И я вспоминал вот те моменты, когда Господь мне что-то говорил, когда пророчества звучали в мою жизнь, когда это зажигало меня, как Иеремия, пророк, он тоже хотел сдаться, но он говорил, что я уже хотел просто уже все отступить, но, говорит, ну было слово его во мне, в сердце моем, в костях моих, как огонь. Вот нужно вспоминать те слова, те пророчества, которые приходили в нашу жизнь, которые вдохновляли нас, зажигали нас, нам хотелось просто горы сворачивать. Важно, еще один такой момент, я бы напомнил, то, что очень важно, чтобы у нас был хотя бы один человек. Вообще, в идеале, это духовные отцы. Да, в идеале, в идеале, это, конечно, духовные отцы, в идеале. Вот, сейчас даже вот ездили в Киев, там у нас было небольшое такое собрание, там просто было пару, ну, может быть, пару десятков человек, там, пастора, епископы, там, еще там, причевые такие служители. Там приезжал один пожилой епископ из Штатов, ему 75 лет, но каждое слово очень ценно, каждое слово очень важно. И не просто вот сказать там, вот это вот мегапроповедь, мегаоткровение, просто ты понимаешь, что вот когда вот отец говорит, духовный отец говорит, не просто крутой спикер, крутой проповедник, отец духовный. Это очень ценно, очень важно. Ну, и вообще, я недавно тоже в подобном там зуме пригласили, и у меня было побуждение задать такой вопрос. Я чувствовал, что он будет неудобный. Я задал вопрос, а у вас есть вообще человек, хотя бы один, которому вы можете полностью открыть свое сердце? Вам не нужно даже последние 10% прятать, а полностью открыть свое сердце. И ты знаешь, что Данина плюют. Это не будет известно в других кругах, или это не будет использовано против тебя. Даже если там не все идеально, и не все там кристально. У вас есть человек, который может просто задавать вам неудобные вопросы. Конкретно, просто неудобные вопросы, спросить обо всем. По сути, это роль отца. Это не просто роль учителя, наставника. Описали вопрос, то есть, если разочаровался в служении, то человек видел служение уже долго, да, долгое время, но он разочаровался. Стоит ли его оставлять, искать что-то новое? Как ты на это видишь? Служить Богу очень важно, очень нужно, но это не первостепенно. Сначала нужно иметь отношение с Богом. Я сам по себе, я там в пяти, в шести служениях одновременно служил, и я уже выматывался. А иногда, когда еще давление приходит, ты еще больше выматываешься. А если ты еще лидер в этом служении, ты не можешь просто делать то, что всегда делал. Тебе нужно какое-то живое слово от Бога, тебе нужно живой хлеб, как Моисей уходил к Богу и приходил, что-то приносил людям. Уходил снова к Богу и снова приносил. Он не просто в интернете просидел и чьи-то проповеди пересказал, он приносил слово от Бога. То же самое нам нужно. Ну, мы можем быть в разных служениях, но это служение не должно быть на первом месте. Я знаю, что когда мне было, ну, действительно такой тяжелый период, и я понимал, что когда-то Бог мне давал откровения, мы делали так межцерковные, междуменационные там программы, лагеря, поколения победителей, общебелорусские какие-то программы там делали. Это все так вдохновляюще было, но на каком-то этапе я понял, что я настолько занят. Мало того, что я не решил еще каких-то вопросов там, каких-то... Я просто понимаю, что у меня нету сейчас вот на данный момент живой манны, свежей манны. И я не хочу просто делать вид, что у меня что есть. Я хочу либо живое, либо уйти на данный момент просто в уединение, может быть, даже более длительное, но наполняться, наполняться и наполняться, наполняться. Я поделюсь таким пророческим переживаниями. Пару лет назад мне серии видений было, когда я видел людей на собраниях, как прозрачные светильники такие. Но в одних было масло, а в других нету. Одни горели, другие не горели. И потом я был на собрании молодежных там пасторов. Я смотрю, у многих масло на дне. Я знаю, когда догорит масло, начнет гореть фитиль. И люди перегорают, служителя перегорают, пастора перегорают. И поэтому я понял, что мне на тот момент нужно было наполняться этим маслом. Когда у меня масла много, я могу много гореть. Но когда я чувствую, что уровень масла понижается, мне нужно снова наполняться чем-то от Бога, общением с Ним. Иисус, он проводил время в молитве, потом приходил к людям, отдавал и снова уходил на гору, уходил в пустынные места и там молился. А потом снова приходил к людям, потом снова уходил. Он не просто строил служение, так скажем, в кавычках. Он наполнялся от Бога и отдавал. Наполнялся и отдавал. Вроде бы все просто. То есть получается, если разочаровался в служении, то нужно его на время оставить и идти к Богу, наполняться. Правильно я понимаю? А что может дать пустой светильник? Он имеет вид светильника, он имеет вид какой-то суеты такой религиозно-духовной, но он не отдаст, такой человек ничего не отдаст на данный момент. Нужно признать это себе, нужно быть смиреннее. Сказать, на данный момент пустой сосуд ничего не может отдать. Нам нужно наполняться. Мудрые девы, они наполняются. Потом можно поправить светильник, будь что поправлять. А там поправляй, не поправляй, если там масла нету, то смысл. Смысл такого служения? Не, ну серьезно. Я неудобный вопрос задам. Иногда мы слушаем, ну допустим, нам кто-то служит. Лично, со сцены, в любом служении, и ты чувствуешь, что твое сердце загорается, твоя вера разрастает. Ну я понимаю, что в Украине или там в России такого не бывает. Надеюсь, в Беларуси такого в других местах. Но всегда ли, когда ты слышишь, что тебе служат, ты чувствуешь, что твое сердце загорается? Или иногда, ну окей, да, спасибо. Ну как будто вот ровненько. Ни капельки ничего не пошевелился в сердце. Ну если честно, ну бывает такое. Значит, ну нам просто нужно быть честным в этом плане и самим, соответственно, ну написано, что имеют, то дают. А если ничего нету, ну что можно дать? Просто многие, наверное, может быть кто-то думает, что это грех, например, вот оставить служение, да, и уйти там в уединение. Ну то есть получается это нормально. То есть здесь нет ничего плохого в этом. Греха. Грех, когда ты идешь против воли Божьей, когда ты идешь против Слова Божьего. Но часто мы думаем, что если мы не исполняем желания людей, тогда это грех. Но люди могут... Иисусу люди говорили, давай мы сделаем тебя царем. Иисусу люди говорили, вот даже братья говорили, родные там, да, вот все хотят стать известными, а давай что-то там пропиарься там как-нибудь, да. Иисусу много чего советовали. И не все это было от Бога. И он некоторых советов просто избегал. Иисусу советовал апостол Петр, не ходи на крест. Иисус вообще ради этого пришел. Им посоветовал от сердца. И никто-нибудь, ни какой-нибудь фарисей Петр посоветовал, не ходи на крест. А Иисус говорит, ты сейчас говоришь, как говорил сатана, отойди от меня. Поэтому нужно главное не перепутать. Если Бог вам сказал, не оставляй служения, будь, и Он тебя действительно поддержит. Вот серьезно, Он тебя поддержит. Но если ты просто исполняешь чаяния людей, ожидания людей, или они манипулируют тобой, ну, а смысл? Ты сейчас не исполняешь волю Божию. Можно быть в служении, и одновременно не в воле Божией. Да. А как понять, вот, что ты не в воле Божией? Вот, например, ты служишь, да, ты активен, ты в церкви вроде бы активен, но ты понимаешь, ну, как понять, что нету воли Божьей, да? То есть это какая-то сухость, или как это определить? Что тебе нужно идти в уединение, грубо говоря, искать Бога. Ну, я думаю, есть и плоды какие-то определенные от этого. Я думаю, что... Мне понравилось, как Кейн Хейген как-то сказал. Там больше про то, что этап уже другой в твоей жизни начался. И он рассказывал, когда он служил пастором, это, говорит, самая лучшая церковь, там самые лучшие люди были. Говорит, у нас самая лучшая зарплата была, у нас самые лучшие жилищные условия были с женой, семьей. Говорит, все было идеально. Говорит, ну, у меня было ощущение, как будто я стою под душем и мою ноги в носках. Вроде бы, как бы все хорошо, но что-то не то. Просто какой-то дискомфорт такой, именно внутренний такой дискомфорт. Я не считал подобное. Я раньше читал об этом, не сильно-то обращал внимания, но потом в каком-то этапе моей жизни я понимал, что вот я как будто душ принимаю в носках. Да, я чувствую, что я занимаюсь хорошими вещами. Я проповедую, я людям служу, я выкладываюсь, я все. А понимаешь, что удовлетворения внутри нет. И ты понимаешь, еще одна вещь, как-то было, я сидел у себя дома, вот в этой комнате, мне звонок. И один пастор позвонил и сказал, знаешь, начал молиться, чтобы Бог сказал мне о моем призвании. И я услышал очень четко, позвони Виктору Степко. Я так сразу так выпрямился, потому что я так много, для меня это ответственно. И мы просто начали говорить, потому что я много учил о предназначении. Особенно в тот период, да и сейчас. И мы поговорили около часа, и человек сказал спасибо, я получил ответ. Одна из вещей, одна из вещей, помню, что вот до сих пор так акцентированно звучало, то, что очень важно не заниматься теми вещами, где нас уже могут заменить. У нас есть разные периоды в жизни. Мы можем быть верны в малом, верны в чужом, верны в неверном. Но я потом увидел, что Господь ведет меня, чтобы я оставлял ту занятость, где это может вместо меня сделать другой человек не хуже, а иногда даже лучше, или со временем сделает лучше. Но это можно оставить, и это без потери для Царства Божьего. А заниматься той сферой, где вот точно Бог тебе это показывал, и другой, это не заменит тебя в этом. Это уже такое уникальное твое призвание. Конкретно, просто там твое имя написано на этом призвании. И вот больше заниматься этим. И я думаю, что вот очень многие люди там начали говорить в последнее время о перегорании и так далее. Я думаю, что когда мы занимаемся не своим делом, у нас нет для этого помазания, нету масла в наших светильниках. Я когда-то специально купил по этому поводу, я сейчас не зажгу, но светильники, да. У меня здесь один светильник с маслом, другой нет. Я их часто проповедовал, когда я видел эти видения, я просто проповедовал на эту тему. И вот когда нету уже там чему гореть, фитиль перегорает. И когда у нас нету помазания какого-то на какую-то сферу деятельности, а мы пытаемся впечатлить людей или Бога впечатлить, а Бог нам не говорил об этом. И все же как-то сухо, все как-то скрипит, сидел и видишь, что ну да, нормально. Но это не нормально. То есть получается ты, короче, если ты не в воле Божьей, или у тебя светильник сухой, то есть ты это будешь ощущать. То есть так или иначе... И люди будут, которым ты служишь, тоже будут ощущать. Все будут ощущать. Ты будешь это замечать. То есть и у тебя два пути. Или себя оправдать, что все нормально, нет, я все-таки движусь. Или же просто как бы реально взглянуть в ситуацию и стоп, Бог, я где-то куда-то потерялся. То есть идти в уединение и искать ответ от Бога. Правильно я понимаю? Да. Друзья, запись идет. Запись на видео идет, телефона. Так что не переживайте, запись будет. Так, окей. Давайте пишите, пожалуйста, вопросы. Что-то вопросы прекратились. Будьте активны. Так, ну, Виктор, ты продолжай. Сейчас я посмотрю еще вопросы, есть ли. Так, мы закончили. Давайте такие небольшие выводы подведем. То есть если вот был вопрос, да, если ты чувствуешь, что ты уже разочаровался в служении, да, или в том деле, которым ты можешь заниматься очень долго времени, к примеру, в церкви, да, ты, все знают, что ты там лидер грубого порядка, но тебе уже все, у тебя уже нету сил, у тебя... То есть ничего страшного нету, если ты, по крайней мере, на время оставишь это служение и пойдешь там в уединение масла пополнять свое, грубо говоря. То есть это нормально. То есть если ты чувствуешь, ну, как бы если у тебя масло закончилось, то, как сказал Виктор, ты это будешь ощущать и все будут это ощущать вокруг. То есть если ты это видишь, то нужно что-то решать, да, то есть нужно что-то с этим делать. Правильно я понимаю? Да, обязательно. Вот вопрос, да. Как пойти в уединение? Это пост или просто молитвенный час? Вот в уединение, что это такое? Можешь объяснить более конкретнее? Я не просто, не сторонник того, чтобы только какие-то слова, это давать там уединение или еще что-то такое. Но в любом случае это отдельное время для Бога. То есть я стараюсь, чтобы оно всегда было. Иногда я увидел, ну, я их не говорю, опять же, надеюсь, что вы никому не расскажете. Когда-то у меня было это каждый день, там, несколько часов. Потом у меня был период, когда очень много всяких дел, и это сводилось, ну, намного меньше уже становилось. Я уже чувствовал себя чуть ли не отступником, вот, из-за этого. Но всегда это я старался, знаете, как минимум, чтобы у меня был такой, хотя бы там две главы Библии в день прочитать. Хотя две главы для меня это было вообще только детский сад такой, это разминка всегда была, мне всегда хотелось больше. Но было раньше разное время такое, по поводу молитвы, количества и так далее. Иногда это, да, ты чувствуешь, нужно больше отделения. Иногда у меня было регулярные посты, иногда потом период был нерегулярных постов. Мне больше нравилось, когда у меня регулярные посты были, так скажем. Но разные периоды были за это время. Но главное это само сосредоточение на Иисусе. Вот, серьезно. Самые сильные вещи, которые мы читаем там в Библии, которые нас вдохновляют, самые сильные вещи, которые мы можем услышать от других людей, это когда человек говорит, Бог мне сказал. Ну, по-настоящему, да. Мы читаем там Миринею, мы читаем Иезекииля, читаем там Давида или еще что-то такое. Самые сильные вещи происходили, когда человек получил слово от Бога, уровень веры поднимается, мы видим дела. Мы видим реальные плоды, чудеса, там классные вещи. Вот, когда мы просто своими усилиями пытаемся все делать, но это вот опять же, это вот как вот по асфальту на лыжах. Движение есть, усилие есть, усталость есть, посвящение есть, мудрости нет. Ну, серьезно. Ну, даже вот, я не знаю, там, на велосипеде, если там цепь долго никогда в жизни не смазывать, там, везде вот это вот трение излишнее, да. И наоборот, когда, ну, или даже там, экресиаст пишет, там, когда топор затупился, нужно прилагать усилия. Но мудрость умеет это исправить. Да, вот неотточенность, да, еще вот один образ библейский. Да, вот неотточенно что-то, а ты пытаешься, да я посвящен. Послушайте, я тоже таким был. Что я готов ради посвящения, но не замечал, когда масло заканчивается, или когда этот топор затупился. И вот нужно находить время, находить время, чтобы вот наполнить свой светильник маслом. И написано мудро, и они еще не только светильники наполняли, они еще сосуды дополнительные. То есть, у них про запас все это было. И, ну, например, у меня этот год, я за этот год проехал 45 тысяч километров в разных церквях, в разных странах даже был. И иногда было настолько все насыщено. Но, знаете, когда был запас масла, очень важно. А потом последний месяц этого года, вот где-то вот ноябрь такой, я так чувствовал. Я чувствовал, что мне уже не нужно такой активности, мне нужно наполняться. Просто еще наполниться. Ты не можешь постоянно вот просто вот таком на очень высоком уровне. Я сегодня в машине менял свое масло. Я говорю, у меня сейчас в машине свежее помазание. Вот. Ну, и тоже нужно масло. И уровень должен быть высокий, периодички обновления. Так и нам нужно. Послушайте, для облашения это важно. Неужели для храма Божьего это не важно? Тут вопрос, но немножко, может быть, не по теме, а по поводу призвания. Человек спрашивает, откуда мы находим в себе личное призвание? То есть, я так понимаю, как понять свое призвание, как это происходит? Буквально, может быть, кратко. Потому что это отдельная тема вообще. Это большая тема. Об этом я учу часами. Призвание, во-первых, само слово призвание. То, что Бог кого-то призывает. Во-первых, у всех есть предназначение в целом. Даже у неверующих людей. Призвание есть уже только у верующих. И, как я часто показываю, пример, то, что каждая вещь создана с целью. Нет ни одной вещи, которая не создана без цели. Да, вот, если я беру простой карандаш, то здесь конкретно все заточено, чтобы он исполнил свою цель. Здесь есть грифель определенного размера. Здесь есть терочка, чтобы, если нужно мне что-то подкорректировать, здесь есть колпачок, который не мешает этой терочке вымазаться. Здесь есть такой держатель, если я захочу прицепить к кому-то карману или к папке. Даже простой карандаш, он заточен под исполнение своего предназначения. Но призвание, то есть есть дары, которые, таланты, которые даны даже верующим, неверующим людям, чтобы они исполнили какие-то сферы. Потом дальше мы уже понимаем, узнаем, кому мы их посвящаем. Можно, есть люди, которые обнаружили свои дары, но так и не поняли, кому их посвятить. Есть очень известные люди, которые очень талантливы, но они посвятили свои таланты Богу. А есть люди, которые очень талантливы, посвятили свои таланты дьяволу. можем взять там какие-то актеры певцы там и так далее да известно что касается призвание иисус вот давайте почитаем евангелие да там он шел увидел там петра увидел андрея увидел иакова увидел матфея иди за мной следуй за мной или следуйте за мной и я сделаю вас ловцами человеков он их находит стадии ловцов рыбы он ведь следуйте за мной будьте со мной будьте в отношениях со мной и я сделаю вас что вы будете апостолами вы будете пророками будьте англистом будьте пасторами будьте учителями следуйте за мной будьте со мной и очень важно послушать быть на в таком состоянии чтобы мы были готовы услышать от господа потому что у всех из них были свои свои свое дело свое свой бизнес у кого-то у иоанна иакова были наемные работники в рыболовецком бизнесе или наемные работники то есть это уже не просто они сами с папой ловили рыбу они нанимали людей у них как бы значит было какое-то дополнительное количество лодок сетей и так далее куда сбыт этой рыбы был и не все это оставили петр и андрей все оставил елисей оставил когда я его призвал то есть это где-то посвящение где-то ты просто идешь по воде ты где-то доверяешь что бог будет вести тебя будет будет направлять себя бог будет обеспечивать себя кстати отдельный вопрос особенно в наше время очень актуально и если есть свои на эту тему и ну если бог тебе сказал то ты будешь видеть то что то что он делал твою жизнь то есть короче важно иметь живые и настоящие отношения с богом то есть вот можно просто иметь какие-то религиозные отношения когда ты читаешь библию то есть короче да по вечерам каждый день может читать библию да каждый день можно даже молиться но при этом не имеет настоящих отношений с богом можно так быть да то есть ну возможно такая ситуация я упрощу упрощу ситуацию возможна ситуация что муж и жена живут вместе в одной квартире спят на одной кровати может быть даже регулярный там не знаю там 8 марта ли там какие там праздники есть там там дарят цветы а отношений близких нету бывает такое можно быть формально бывает и формально такое что в церковь люди поместные приходят и говорят мир вам там и там всякие правильные вещи говорят и очень наши скажут когда нужно а потом сплетничают друг от друга бывает такое ну и не в украине не в россии там не в беларуси там других местах далеко но не бывает такое бывает поэтому и в наших отношениях с богом иногда бывает когда мы как бы вроде бы дело что по накатанной но нету взаимосвязи но реально если у тебя есть отношения с богом то что будешь слушать если будешь что-то услышать то потом про и проявится какие-то дела свидетельства начнутся ну свидетельства будут если бог тебе говорил слово свидетельства будут ну серьезно в этой сфере в этой сфере в этой получается если у человека нету настоящих живых отношений то он это будет ну в принципе ощущать да то есть он будет понимать что сухость да и и наоборот если у него все нормально с богом то это тоже ну как бы понятно по нему по человеку да это будет как-то проявляться одно место в описании вспоминается как яков говорит у меня опять же в тяжелых тяжелые моменты почему-то я вне плана обычно читаю книгу его и книгу якова особенно первые там первая глава первые там там 2 3 4 стихи там он говорит с великой радостью вспоминать когда впадаете в различные искушения я понимаю что сейчас бог тоже может использовать это к благу эту ситуацию когда мой характер обтесывается какая-то стружка снимается что-то переплавляется если проходишь огненное испытание петр говорит что не нужно там бояться этого просто все шлаки выходят когда золото переправлю переплавляется и он говорил проведи меня через огонь выйду как золото поэтому во всем этом не просто плакать и жалеть себя обо всем этом очень важно чтобы мы понимали что бог тоже производит свою работу во всем этом когда нам некомфортно опять же в тренажерный зал человек идет ему некомфортно но потом он нравится что он в хорошей физической форме хотя ему привык прикладывать усилия нужно там когда нас исправляют по как там давид говорит пусть меня обличает праведник это как или ну нам не всегда нравится когда нас управляет но это для нас важно важно скажи века тут вопрос да вот как искать бога к примеру да у человеку я скажу может например читать библию молиться каждый каждый день но он понимает что у него нету личных отношений вот что он делает неправильно и как ему вот пробиться через это и наладить связь настоящую что ты посоветует преодолеть религиозность скажем так в своей жизни есть конечно ну просто просто я в любом случае вдохновлял бы человека проводить время там в молитве в чтении слова но мне сейчас приходит на сердце проверить знаете иногда каким-то людям вот мы хотим чтобы у нас каким-то человеком были лучше отношения допустим я не знаю кто-то любит шоколадки да и ты узнал об этом ты приносишь ему шоколадку а кто-то терпеть не может я не знаю там какие-то каких-то вещей ты начинаешь а у это в тебя было ты начинаешь это исправлять но если кто-то не исправляет то ну как бы отношения близко не складываются точно так же нам нужно проверять себя ну если бог сказал ходите в любви входите в доверии не заботьтесь ни о чем как нам вообще с этим поступать просто как да я это знаю на какой странице написано в ком послании всяких переводах я знаю или мы так под начинаю поступать я обратил внимание что за последние годы те люди искать которые в рядышком со мной но они не меняются и не делать некоторые вещи которые но не очень неприятны я понимаю что у нас отношения становится дальше они просто дальше становится например ну некоторым людям я говорю что у меня раньше вообще очень много людей дома было в гостях и некоторые люди ну просто ввели себя не совсем аккуратно никто меня много раз говорил что знаете носки менять нужно не раз в год желательно и не даже не раз в неделю некоторые людьми берешь узнаете когда воспользуюсь туалетом ну как бы закройте дверь за собой и люди некоторые возмущаясь что я что они должны у меня дома закрывать туалет это можно но не думаю что я за ним должен бегать казалось бы об этом вообще неприлично говорить я тоже мне неудобно об этом говорить но люди как бы показывают что он вообще тебя не ценим и я так воспринимает послание и это не сближает наши и наоборот ну то же самое в отношении с богом если что говорит и ты видишь что он так написал но просто а просто делай просто поступай так и первая очередь что вы чтобы я проверял почти почти по всем аспектам хожу ли я в любви хожу ли я в прощении не хожу ли я в обидах и вот вот обычно выйти выйти в этих сферах где-то будут вопросики который который которая нужно было бы изменить ну иисус не давал нам много заповедей он дал заповедь любви понятно на себя включает но может быть много аспектов но если ты любишь бога если есть если ты любишь людей но у тебя не должны быть бог бог сам хочет отношения с нами не мы как бы там заставил заставим его вот я попущусь три недели вот буду умирать он тогда придет как бы как не начнется на говорить пост это хорошо это смирить плоть но бог уже хочет он все для этого сделать чтобы у нас были отношения с ним то есть получается если человек начнет по-настоящему искать бога да вот и искренность желанием да то есть что-то для этого делает там время уделять но такого не бывает что он вот он молится ищет да там что-то делает а молчок по-любому как как-то проявится правильно просто вам это желание нет не то что это моментальные ответы всегда не всегда бывают моментальные ответы но бог хочет отношений с нами опять же еще один аспект хотелось бы напомнить мы косвенно о нем сказали бог может еще также говорить и через людей и я бы вдохновил вот особенно когда тяжелые моменты там и все слушайте во первых и личное общение с теми людьми которые вдохновляют вас которые которым можно открыть сердце и нужно открыть сердце то что если мы ни с кем не не имеем близких отношений то это печально как сам принцип отношений кто у кого-то кто-то над тобой как бы да то есть как как павел для себя как павел там допустим для тимофея а кто-то как павел сварнавой да они могут на одном уровне поговорить и многие пастора говорит мы не можем поговорить своей церкви со многим потому что нас не поймут ну на этом уровне ну обычно люди приходят к нам помогите в этом помолитесь за это помогите в этом помолитесь за это а хочется поговорить а как церковь строить и так далее а кто ну вот мы все на разных уровнях хорошо когда ты кому-то служишь и отвечаешь на эти вопросы его да а хорошо когда с кем-то на одном уровне может поговорить и чет понимает себя а кто-то может быть просто вот как там духовный отец наставник такой чем боже он просто может говорить твою жизнь в любви и одновременно там просто будет точечные такие может быть как скальпелем какие-то вещи там отрезаться на что-то указываться это это очень очень четко я обратил внимание иногда смотрю там спортивные какие-то мероприятия и анализирую то что я раньше думал ну вот главного человека там спортсмен у него классное тело он такой крутой я смотрю как много тренеры влияют на такого вроде бы пятикратного чемпиона мира и так далее тренера бросил бах больше ни одного титула не выиграл окажется как как у какой какое значение имеет то старичок который ему там говорит от нет немножко левее нет немножко ниже нет немножко сбоку нет немножко вот так вот который просто влияет на него и на его технику и на его результаты нам нужны люди которые говорят в нашу жизнь и нам нужно иметь смирение чтобы принимать и еще я вдохновляю ну мы не будем расти после подать мы не будем расти если не будем питаться от апостолов пророков английского пастыря учителей если мы не питаемся от пятикратного служения мы не будем расти до полного возраста христово чтобы не оставаться младенцами многие христиане остаются младенцами и я вдохновляю чтобы мы питались от разных даров служения и но я всегда стараюсь выбирать что вдохновляет мое сердце тоже зажигает мое сердце скажу по секрету вы тоже надеюсь никому не скажете не все что что я вижу в ютубе не все как бы духовные послания я принимаю не все зажигает мое сердце но некоторые зажигают и вот это помогает мне тоже не сдаваться один простой пример был когда мне нужно было в этом году или там год на год назад перейти там в разъездное служение окончательно полностью как бы отказаться от зарплат от всего просто доверять богу один из основных вопросов господь как как деньги придут ну я понимаю что в других странах об этом не думает но я думал искренне если сказать ну делали что не думал но думал и я натыкаясь на одну проповедь человек который уже нету на земле листер сам брал причем попасть волна польском но для меня это нормальный язык вот знаете там простые вещи он рассказывал как он жил как он как бы двигался за богом как он 12 долларами в кармане поплыл в австралию там нужно чтобы высоте на берег только нужно что тебя было 200 долларов и просто говорил такой детском давид доверие богу знаете это мне настолько зажгло мое сердце я понимал что но мой бог такой же но он этот же бог не нету листер сам брал отдельного бога у меня другой был это вот стало для меня рэмой тогда вот дополнительно это зажгло мое сердце это стало ответом господь проговорил я не просто прослушал и там я стал умнее моя вера выросла меня это вдохновило это человек божий один из людей которые тоже просто помог мне не сдаться когда было тяжело хотя он давно уже на небесах друзья у нас заканчивается время у нас осталось две минуты я думаю что вот уже будем заканчивать в принципе вопросов уже нету давай виктор такое знаешь вывод всего заключения скажи буквально вот все наши темы что что нужно делать то есть я так понимаю что он должны быть личные отношения с ним это краеугольный камень потому что вы не было застоей чтобы был какой-то движение вперед там я понимаю я бы еще вдохновил вас пересмотрите все эти пророчества которые были вашей жизни который бог личное слово которое когда-то вас зажгло надеюсь вы записали или там на диктофон или там в молитвенный дневник это сильно то что павел пишет чтобы тимофей там он смотрел на те пророчества и тогда мог воеваться воинствовать с системе пророчествами которые бог говорил к нему общаться с людьми которые слушают бога обязательно общаться с людьми которые ищут бога ты будешь в хорошем ситуации вспоминать вспоминать почему ты начал вспоминать почему ты посвятил свою жизнь богу или посвятил свою жизнь этому служению или почему-то вошел в эту сферу вспоминать если хочется сдаться питаться от пятикратного служения не хочется этот список очень длинный у меня там но много много вещей мог мог бы сказать но вот это вот на данный момент а сегодня может быть те кто сейчас слушает вот это первое что приходит на сердце ни в коем случае не сосредоточиться на что на на том что тебе тяжело а осмотри куда ты идешь не на то что через что ты проходишь а куда ты идешь победители они смотрят на на цель они смотрят куда они идут они надо то что ли не проходит вот я бы на этом бы сконцентрировался однажды я шел с человеком который говорил очень много себе очень много себе я слушал 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 больше часа слушал может быть полтора и друге развернулся и сказал это духа святого ты слишком много думаешь о себе вот я думаю что если мы переведем взгляд на иисуса реально по-настоящему